Всем привет! В этом видео поговорим о том, что военное вторжение в Нигер откладывается в связи с неготовностью войск. Телеканал Al Arabiya сообщил, что военное вторжение в Нигер со стороны стран Экаваз откладывается по техническим причинам, а если быть более точным, в связи с отсутствием войском. Сегодня в Гане должна была состояться встреча у руководителей генеральных штабов стран Экаваз, но ее перенесли на неопределенный срок. Минувший четверг в городе Абуджи, расположенном в Нигерии, состоялся саммит политических лидеров стран Экаваз, на котором главам генеральных штабов армии стран Экаваз было поручено незамедлительно создать резервные силы для военной интервенции в Нигер в целях освобождения отстраненного президента Базума и восстановления конституционного порядка. Сообщалось о планах оперативного создания объединенной группировки войск общей численностью в 25 тысяч человек. Однако после того, как о военной поддержке Нигера публично заявили руководители Малии Буркина Фасо, стало ясно, что малочисленная военная группировка Экаваз с поставленной задачей не справится. Плюс к этому теперь выясняется, что даже набрать 25 тысяч военных стран Экаваз не могут. Предполагалось, что основной ударной силой для вторжения станут военные из Нигерии. Однако парламент этой страны запретил президенту использовать армию для военной интервенции, а кроме Нигерии воевать больше и некому. Малии Буркина Фасо и Алжир заявили, что выступят в военном конфликте в Нигерии на стороне мятежников. Президент Чадо заявил, что он не допустит вовлечения своей страны в крупный военный конфликт, а в Сенегале вспыхнули протесты против местного профранцузского правительства. О готовности сформировать батальон численностью в тысячи военных сообщили лишь главы Бенина и Кодд Иуара. При этом указанные страны не могут задействовать военную технику в спецоперации. Тем временем против военной интервенции за мирное разрешение ситуации выступил МИД Германии. В Германии нет никакого смысла поддерживать военные вторжения в Нигер. Немцам урановое топливо из Нигера уже не нужно, они закрыли свои АЭС и будут только рады энергетическим проблемам, с которыми столкнется Франция из-за потери доступа к урановым рудникам. Крупный военный конфликт в Африке сейчас не нужен и США, которые не хотят распылять свои силы в борьбе с Россией и Китаем. В военном конфликте в Нигере по большому счету заинтересована только Франция, которая может лишиться своей энергетической независимости. Однако Франция сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать условия своим бывшим африканским колониям и поднимать их на войну друг с другом. Франция Франция